Всем привет, меня зовут Елена Нечаева и сегодня мы рисуем эскиз безбровому лицу, то есть мы ищем форму подходящую конкретному лицу. Тут у нас я, на меня вы насмотрелись вдоволь, я подозреваю. У меня самое обычное овальное лицо и овальному лицу я бы нарисовала брови с ярко выраженным изломом, потому что все слишком круглый нос, круглый подбородок, все такое какое-то круглое и эту округлость мне хочется разбить какими-то такими угловатыми линиями, это на мой вкус. Как мы рисуем вообще эскиз? Сначала вы можете распечатать лица, которые мы вам вышли, такими небольшими портретами для того, чтобы, во-первых, не рисовать долго и не искать симметрию на большом лице, где вы будете прям очень долго штриховать даже просто. А пока просто поучиться, по находить формы для конкретных лиц. Если перед вами вот такой портрет, это плоская бумага, это не человек. Тут вы можете понять, что надбровная дуга, то есть место, где должна находиться бровь, по расположению теней. То есть вот самая яркая тень, это самое глубокое место на лице, то есть это не выпуклость. Самое светлое место, это самое выпуклое место, то есть вот место, где максимальное освещение. Поэтому располагайте брови чуть-чуть выше вот этой вот теневой части, то есть вот это место, где начинает уже может быть находиться бровь, в принципе. Начинайте со сложной стороны, как я уже вам говорила на эскизе на человеке на уроке. Сложная сторона, это та сторона, на которой рисуя, мы будем закрывать лицо рукой. То есть это вот в моем случае я правша, это вот эта сторона. Когда я буду рисовать зеркально вторую бровь, я уже буду видеть все лицо в целом и симметрию в том числе. Но вначале о симметрии речи нету, мы вначале просто ищем подходящую конкретному лицу форму. Конечно, вы старайтесь максимально симметричные брови рисовать, но нам нужно также научиться подбирать форму бровей каждому конкретному лицу. Как я обычно это делаю с клиентами, так же я делаю и на бумаге. То есть я начинаю напылять с самого низкого места, то есть с нижней части головки брови и поднимаюсь сразу максимально высоко, чтобы задать брови направление. Максимально высоко, это значит зона, где обычно растут пушковые волоски. На клиенте я оцениваю, где это место находится, благодаря как раз таки тем самым пушковым волоскам и в принципе растительности на бровях. И плюс я могу попросить пошевелить бровями, чтобы понимать, что вокруг этой площадки для бровей сложатся морщинки, складки. На нашей бумаге, на наших портретах мы можем только предполагать. Дойдя до самой вот этой высокой точки, я резко бросаю бровь вниз. Но это не значит, что она идет у меня абсолютно вертикально вниз, нет, она идет примерно в начало верхней трети уха, то есть так, чтобы бровь не казалась опущенной и очень тяжелой. Примерно вот так накидав воздушными, легко или еле прикасаясь линиями бровь, я должна посмотреть, этому лицу идет бровь или нет. Оно стало как-то интереснее, привлекательнее, я не скруглила еще больше какие-то черты, которые мне не нравились до этого. И я постепенно начинаю уплотнять. Заметьте, я рисую простыми прямыми линиями, как это я рассказывала в наших уроках про критерии. Чем проще линии, тем проще вам будет их и нарисовать, и перенести на соседнюю сторону. Моя линия излома идет вверх, к максимально высокой точке на моей брови. И затем она такая же прямая, она опускается линия вниз, в сторону уха, примерно в верхнюю его треть. Я смотрю, в общем, подходит ли эта форма лицу. Если мне хочется что-то изменить, я меняю. Вторую бровь я не трогаю, потому что в данный момент это бессмысленно, мне нужно подобрать, в принципе, форму подходящую. Конечно, вы можете пользоваться стеркой, если где-то вам что-то не нравится. Просто старайтесь не рисовать слишком ярко, чтобы не было сложно стирать. И когда вы видите, что, в принципе, бровь подходит, все нормально, вы можете перенести на соседнюю, на вторую сторону бровь по критериальным точкам, в принципе, как вы помните, это две точки в головке, две в изломе, одна в хвосте. Но я рекомендую вам привыкать, учиться видеть асимметрию глазами, не пользуясь замерами, не пользуясь всякими вспомогательными приборами, типа полосок, линеек, ниток и прочего. Вы можете рисовать на черно-белом портрете прекрасно, нет разницы, как вы его распечатаете. Главное, чтобы вы могли лицо видеть четко. Желательно рисовать так же, как вы будете работать, с плавными переходами, с воздушностью головки, чтобы вы привыкали сразу рисовать даже эскизы таким образом, и чтобы у вас рука не поднималась законтурить, когда вы начнете работать на клиентах. Играйте с толщинами, с формами. Делать вы можете это неограниченное количество раз, до тех пор, пока вам не понравится. На таком маленьком портрете не очень удобно рисовать и стирать, зато удобно это делать, в принципе быстро рисовать именно. Накидал, посмотрел, идет не идет и пошел дальше на следующий портрет, потому что сейчас у нас речь именно о формах, которые идут либо не идут. Вы можете рисовать, как я уже говорила, и простым карандашом на чуть большего размера портрете, точно так же накидывая прямыми линиями эскиз бровей. Не старайтесь рисовать вот такие прямоугольники контуры. По ним очень сложно вообще в принципе поймать форму и у вас может появиться плохая привычка. Я обычно вот так накидываю полупрозрачный эскиз, смотрю идет или не идет этому лицу, где-то подтираю и уже усиливаю, если это нужно, в обычных местах, то есть в районе излома, середины тела брови. Привыкайте к тому, что простые прямые линии, простые прямые классические формы идут практически всем. И если вы начнете с них, то вы не ошибетесь. А еще привыкните к тому, что простые прямые линии легко переносить слева направо, зеркалить. И точно так же они не будут выглядеть прямыми, будучи нарисованы на лице, потому что надбровные дуги изменят их, и они будут выглядеть мягко, плавно. Не бойтесь, что это будет слишком графично или слишком агрессивно для лица, то есть все прямые линии на каждом лице выглядят мягкими. И рисуйте множество форм на разных уровнях. Смотрите, мне кажется мне не идут широкие брови, слишком маленькими становятся глаза. Не рисуйте мне широкие брови. Вот такое задание. Рисовать вы можете как на вот таком огромном лице, так и на малюсеньком. На большом лице вы уже должны думать о симметрии, то есть на маленьком вы ищите формы, на большом лице вы в основном думаете о симметрии. Я никогда не пользуюсь вот этими всеми вспомогательными линиями, потому что на мой взгляд это очень плохо работает на лицах. И если это возвести в правило, то начинаются проблемы у многих мастеров. За некоторым небольшим исключением, практически у всех людей головка шире, чем излом. То есть вот эта головка вот это излом. И она шире примерно на миллиметр, может быть на полтора в норме. Поэтому, если вы привыкнете сразу так рисовать, вам это поможет. То есть если головка у вас шириной допустим сантиметр, то излом у вас шириной 8 миллиметров. Гвостик это у вас точка. Соответственно, когда вы перенесете на соседнюю сторону лицо, вы будете знать точно толщину ваших бровей для того, чтобы найти все остальные точки. Причем вот эта линия идет, она восходящая, она не может идти вниз, если вот нижняя линия брови у нас тоже восходящая. То есть на сужение бровь чаще всего идет по нижней линии, приподнимается. Если взять бровь как две параллельные линии, то верхняя параллельная линия, вот эта линия у нас идет и вот это они друг другу параллельны. Но это не всем нравится и не всем идет. И чаще всего не параллельны за счет нижней линии. То есть нижняя линия чуть-чуть начинает идти на сближение в районе излома к верхней линии, тогда у вас будет такая гармоничная бровь. А если у вас будет на сближение идти верхняя линия, то тогда у вас будет... Сейчас нарисую. То есть если вот идет у нас вот так на сближение верхняя линия, тогда эта бровь красивая. А если у нас идет на сближение верхняя линия, тогда эта бровь странная. И она начинает, особенно если вот эта вот более тонкая, чем я нарисовала часть в районе излома, то она начинает становиться похожей на такую дудочку по верхней части. Поэтому старайтесь всегда приподнимать за счет нижней линии, когда рисуете. Ну и конечно на бумаге вы можете пользоваться, пока строите. Потому что это плоское лицо на бумаге нарисованное. Вы можете пользоваться линейками для того, чтобы замерить. Но на лице человека у вас это не получится. Поэтому я призываю пользоваться только глазами, чтобы увидеть именно эту асимметрию. По сути, если брать как по критериям наши уголки глаз, что это горизонталь и подниматься наверх к бровям, то у вас вот автоматом эти все точки вам сразу понятны. То есть вот нижняя точка брови, верхняя точка брови, также точка излома и хвоста. Но я очень часто видела, как мастера уходят от линии горизонта и искажают ее, потому что неровно ставят и все, все портят. Поэтому надо учиться видеть глазами симметрию. Начинайте всегда со сложной стороны, потому что на легкой стороне, то есть на стороне, на которой я сейчас рисую, где я вижу все лицо, всегда получаются более красивые формы. Плюс на клиентах, на ваших, и вы поймете это потом, вот эта сторона, на ней всегда волоски растут выше и бровь получается нарисовать повыше, в отличие от вот этой брови, на которой волоски всегда растут ниже. Смотрите за тем, чтобы направление хвостов у вас было одинаковым, чтобы не было такого, что один хвост идет выше, один ниже. Единственное, за чем можно смотреть, это за тем, чтобы бровь не была слишком маленькая и слишком большая по отношению к глазу. То есть чаще всего ноздря и внешний уголок глаза – это точка, где должна бровь закончиться, во всяком случае видимая ее часть, если вы смотрите прямо на лицо, потому что сбоку она еще может быть видна, но спереди уже нет, я имею ввиду бровь. И соответственно, чуть-чуть дальше, чем начало глаза, у вас может начинаться воздушная часть головки. И также никогда не кладите бровь на вот эту теневую часть, чтобы очень низко она не находилась. Вот такое задание – нарисовать 10 маленьких портретов с бровями с разными формами, подходящие разным типам лиц и нарисовать два портрета максимально с симметричными бровями, уже с той идеальной, на ваш взгляд, парой бровей, которая подходит именно этому типу лица. Всем спасибо за просмотр, всем пока!